Страх, тревога и неумение с этой тревогой справиться, точнее, незнание, как лучше. И, соответственно, проясняем страх, чего именно боимся. Понятно, само собой, страшно, что в принципе в современном мире может произойти такое. Но и плюс у каждого из нас, человека, есть свой страх. Потеря своих каких-то планов, своих каких-то привычных ритмов жизни. Вот потихонечку с этим разбираемся. Определённое количество информации влияет на человека. И то, какую он информацию поглощает. Потому что есть же какие-то более сухие факты, есть очень агрессивные заголовки. Плюс сюда же идёт следом за информацией, какой сам по себе человек. Какой у него тип нервной системы, подвижный, неподвижный. Насколько он впечатлительный. Какой есть личный опыт в его семейной системе. А у нас у всех, как ни крути, генетическая память тоже в том числе работает. У всех, на кого ни посмотри, есть прабабушки, прадедушки. У которых были те или иные истории, связанные с военными действиями. Родители, там, Афганистан и прочее. То есть это, в принципе, не так далеко в нашей памяти. И вот это всё вместе, в совокупности, влияет на то, что происходит с человеком, который сталкивается с информацией о текущей ситуации. А кого-то информация сносит, он не может контролировать. Ему действительно лучше дистанцироваться. Но вместе с тем не отключаться от людей, от общества. Потому что окружение, социум, он может давать опору, поддержку. И вот как раз-таки взаимодействие с теми, кто близок, кто поддержит, кто созвучен с ценностями. Вот оно очень сейчас важно. Самый момент, почему вообще это может происходить, когда критическое мышление перестаёт работать. Человек не задаёт себе вопрос, что это происходит, насколько я могу быть уверенным, что здесь из этого правда. Что конкретно зависит от меня в текущей ситуации, что я могу сделать. То есть такие отрезвляющие вопросы. Как, что, где, когда и соотнесение с реальностью. И если вот не успев включить этот момент в это мышление, чуть-чуть критически посмотреть на ситуацию с целью сохранения себя, то всё, попал в эти жернова, либо в защиту, либо в нападение, либо в анабиоз, либо вообще в уход куда-то. Сейчас даже коллеги некоторые рассуждают, что как будто бы нет правильного термина, который объяснял бы, что происходит с людьми, которые пишут «мне стыдно». Потому что это когда я что-то сделал, да. И вот тут вопрос в том, что стыдно за что. За то, что там в чём-то молчал, как тебе кажется, или что. И вот тут это всё смешивается в один водоворот. Кто-то это говорит, чтобы как-то поддержать, да, вроде как, что я с вами. Но опять же можно сформулировать «я вас поддерживаю, я с вами», а можно сформулировать «из позиции мне стыдно». И всё это вместе превращается в то, что очень часто вообще в современном мире делается с информацией, в упрощение. То есть чувства, они сложнее, то, что происходит с людьми. А из-за того, что формулировки эти как-то обтесаются и выглядит всё очень довольно топорно. И появляются те, кто бегут и типа «вам не за что стыдиться», или «стыдиться плохо», или «ты что стыдишься, что ты русский». И всё это вообще опять в водоворот превращается, потому что по большому счёту вместо того, чтобы разрешить людям испытывать эмоции, мы же люди, опять же, начинаем переубеждать. Ну то есть тебе не должно быть стыдно или правильно, что тебе стыдно. Ну то есть то, что происходит сейчас в информационном поле, то, что я вижу, люди сами начинают себя за это винить. А по сути это любая эмоция имеет место быть. Может родиться любая. Почему-то мне может быть за это стыдно. И тут важно самому человеку с собой разобраться, за что. А что у нас происходит? У нас происходит либо человек просто высказался про себя, это окей. А некоторые делают так, что вам должно быть стыдно, мне стыдно, и вы должны стыдиться. То есть такое принуждение. Вот это уже переход за рамки. Потому что, в принципе, стыд, страх, боль, вина, агрессия, там какая-то злость, обида, разочарование. Любые эмоции, которые могут происходить с человеком, ну не только в текущей ситуации, в принципе, они нормальны. Не очень нормально, когда мы заставляем кого-то чувствовать то же самое, ну типа как оправдывая себя. Или придумываем, что это должно как-то оправдать нас. Ну то есть когда чувство перетекает в инструмент. Часть специалистов, опять же, предлагает рассматривать это как возможность какую-то. Вообще предлагает рассматривать, не бояться, а в интерес превращать. Типа, а что я могу в этом нового взять для себя? Но одно дело, когда это пандемия, да, не человеческий фактор, который происходит, а какой-то природный, стихийный, да. А другое дело, когда человеческий фактор. И здесь, наверное, в текущей ситуации многим сложно включить креативность какую-то, потому что вовлекаешься. Волей-неволей ты вовлекаешься. Кажется, что у тебя есть тоже какое-то свое мнение, и кажется, что ты тоже поймешь происходящее. Но опять же мы знаем, что исторически в любой кризис есть те умельцы, интеллектуалы или хитрые быстрецы, которые успевают что-то этакое сделать и обогатиться во всех смыслах этого слова. Мне просто интересно то, как будет развиваться, как будет формироваться психика тех детей, которые… Ну, как она будет развиваться по законам психики, тут как бы, в принципе, все и так понятно. Но какой отпечаток определенный на них наложат те, кто родились во время пандемии, да и те, кто росли и формировались во время пандемии, у кого была ограничена определенная коммуникация. А теперь вот этот период, как это будет влиять на них, вот тут любопытно. С точки зрения именно возрастной психологии, как это отразится на… Да даже не возрастной психологии, а такого культурно-исторического фона, вот в котором росли эти ребятишки, вот тут интересно. Те, которые вот, допустим, там подростки, не знаю, там 15-16 лет, они очень свободные, они очень уважающие границы, они очень интересные, в них столько потенциала заложено, что мне как-то досадно за них, в том числе, если этому потенциалу негде будет раскрыться. Но я очень надеюсь, что будет где.